Добрый вечер! Добрый вечер! К нам в студию. Ольга, консультант, ответит на все вопросы. Я все верно сказала, Ольга? Да. Ну что же, давайте начнем нашу с вами беседу. Уходящий год, как я уже сказала, ознаменован большими изменениями в законодательстве. И в частности, очень много изменений произошло и в нотариате. Ольга, какова общая характеристика изменений? Скажите, и сужают они, либо расширяют полномочия нотариуса? Да, изменений большое количество, как в гражданском законодательстве в целом, так и изменений коснулись, конечно же, нотариата, его функций. И отрадно, что функции нотариата расширяются. Нотариат стремится к той модели, когда гражданин придет к нотариусу и сможет в одном месте, без лишних хлопот, получить максимальное количество ему предоставляемых нотариальных услуг. Немножко неверно будет сказано, но той квалифицированной юридической помощи, которую ему необходимо получить от нотариуса. Так, например, у нас с октября нотариусы уже полностью обеспечивают для совершения нотариальных действий получение сведений из ЕГР и кадастр недвижимости. Если до этого нотариусы обращались и в электронном виде получали сведения из ЕГР только лишь при оформлении наследственных прав, то на сегодняшний день в отношении любого нотариального действия нотариус это совершает. Также мы должны говорить и о том, что нотариус теперь вправе передавать сведения на основании нотариально совершенной сделки, либо если было оформление наследственных прав на недвижимое имущество, на регистрацию без необходимости самостоятельного обращения заинтересованного лица за регистрацией прав на недвижимое имущество. Нотариус сам передает, если пожелает это лицо, сам же получит свидетельство и передаст свидетельство после окончания процедуры государственной регистрации гражданину. Поэтому, как мы видим, нотариус все-таки делает больше, совершает больше полномочий и большее количество нотариальных действий, чем это было раньше. Ольга, я не могу с вами не согласиться, но вот скажите мне, пожалуйста, действий у нотариуса все больше, расширяются полномочия больше, действий он совершает больше. Но, насколько мне известно, сколько мы ни с вами говорили в прямом эфире, ни с Галиной Юрьевной Николаевной, ни с коллегами-нотариусами, штат нотариусов не увеличивается. Скажите, пожалуйста, такая дополнительная нагрузка, она как-то сказывается на вот именно качестве обслуживания? Дело в том, что на сегодняшний день нотариусу очень хорошо помогает электронный документооборот. И если до этого штат нотариуса, он вынужден был, сотрудники нотариуса, сам нотариус, в основном работать с бумажными носителями, то на сегодняшний день даже передача документов на регистрацию также осуществляется в электронной форме. Да, конечно, это требует еще и дополнительных, да, неких временных затрат, трудозатрат нотариуса. Но нужно сказать, что в любом случае это и облегчает работу нотариуса, электронный документооборот, и, конечно же, улучшает качество обслуживания для граждан. Спасибо. Ольга, у нас есть звонок, я предлагаю его послушать. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Подскажите, при заключении договора участия в долевом строительстве нужно предоставить, что я не стою в браке. А через год я при оформлении квартиры живу замужем, планирую брак. Будет ли мой супруг иметь право на квартиру? Спасибо. 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 Насколько я поняла из вопроса, договор долевого участия в строительстве будет заключен сейчас, да, но вы не уточнили, когда будут переданы денежные средства по этому договору. Если мы говорим о совместно нажитом имуществе, то необходимо помнить, совместно нажитое, да, то, что приобретено на совместное средство, оно поэтому называется совместно нажитое, оно нажитое в браке. Да, момент при оформлении и регистрации права собственности произойдет в браке, а вот вложение денежных средств в данном случае, да, может быть произведено как до заключения брака, если вы сразу будете оплачивать денежные средства, почитающиеся по этому договору, либо часть, ну, как вариант, да, часть до брака, часть в браке, либо, возможно, все в браке это будет осуществлено. Но вариантов много, да, более того, что, возможно, денежные средства будут оплачены до заключения брака, но вы возьмете кредит, а кредит уже будете гасить из совместно нажитых средств. Поэтому для того, чтобы расставить точки над «и», все-таки, наверное, целесообразно заключить брачный договор перед заключением брака, и вот тогда он вступит с момента регистрации брака в силу, либо после его заключения, где уже указать, каким образом будут распределяться имущественные права между вами и супругом. Спасибо, но и не лишним будет напомнить, что брачный договор, конечно, нужно составлять у нотариуса, чтобы потом обезопасить себя от различных... Более того, что обязательный нотариальный форум для брачного договора. Брачный договор, если он будет составлен в какой-то иной форуме, он будет ничтожным. И действительно. Спасибо. У нас есть еще звонок. Добрый вечер. Говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Мне хотелось бы узнать, возможно ли открытие наследственного дела, если документы на собственность утеряны? Спасибо. Спасибо, Елена. С открытием наследственного дела возможно уже только по одному заявлению наследника, и нотариус обязан это сделать, если поступил хотя бы один документ, который свидетельствует, что наследственное дело должно быть заведено. Это еще раз повторюсь. Заявление наследника, да, в вашем случае свидетельство о смерти, которое будет подтверждать факт смерти. И справка о последнем месте жительства наследодателя. Ее тоже можно не в день заведения наследственного дела предоставлять, для того, чтобы определить место открытия наследства. Что касается документов, правоустанавливающие документы, которые подтверждают состав и местонахождение наследства, и нотариус обязан установить этот состав и местонахождение наследства для того, чтобы выдать свидетельство о праве на наследство, они либо представляются наследником, Либо нотариус может оказать содействие и в случае их утери самостоятельно, по просьбе наследника, наследник об этом сообщит нотариусу, попытаться восстановить документы. Как они будут восстанавливаться, зависит от того, было ли зарегистрировано право собственности на это имущество. Если право собственности было зарегистрировано в органах Росреестра, проблем вообще никаких не будет. Нотариус сам бесплатно заказывает выписку из Реестр прав на недвижимое имущество и справку о содержании правоустанавливающего документа. Этих документов будет достаточно для выдачи свидетельства о праве на наследство. Вариант следующий. Если право не было зарегистрировано, что делать в этом случае? Смотрим на основании чего возникло право. Я полагаю, что до 1998 года, и мы будем рассуждать, что право все-таки возникшее, значит оно возникло на основании якого документа, выданного до августа 1998 года, когда у нас еще регистрационных органов не существовало. Варианты развития событий. Либо это была нотариальная сделка, поскольку, если не ошибаюсь, мы говорим о квартире. По нотариальной сделке тогда вы обращаетесь к нотариусу, который удостоверял этот договор и получаете дубликат договора. На основании этого дубликата нотариус будет выдавать свидетельство о праве на наследство. Если это был договор приватизации, то копию договора можно будет получить в органах технической инвентаризации. Спасибо большое. Очень развернутый подробный ответ. Вы побывали сейчас в прямом эфире у консультации нотариуса. Спасибо, Ольга. Я знаю, что у нас есть звонок. Подождите, пожалуйста, мы обязательно его примем. Если вы сейчас затронули порядок оформления наследственных прав, расширились ли полномочия нотариуса при розыске наследственного имущества? Розыском наследственного имущества нотариус занимался всегда. В первую очередь, в основном, это розыск наследственного имущества в банках, вклады в банках. Со сбербанком у нотариата очень хорошее взаимодействие, тоже электронное взаимодействие настроено. Если мы говорим о розыске вкладов, хранящихся в других банках, то наследник должен озвучить, в какие банки необходимо сделать запросы. Нотариус эти запросы направляет. Что касается иного имущества, еще раз повторюсь, в отношении недвижимого имущества, если его необходимо разыскать, нотариус сделает запрос бесплатно в органы Росреестра для того, чтобы найти зарегистрированные объекты недвижимого имущества. В органы ГИБДД нотариус может направлять запросы. И если уж мы затронули вопрос о расширении полномочий, то расширение полномочий произошло не совсем в рамках розыска именно наследственного имущества, а нотариус помогает разыскать долги наследодателя. Да, в состав наследства долги не входят, но наследники, получая наследство, они обязаны ответить и по долгам наследодателя. И зачастую встает вопрос, а нужно ли мне это наследство принимать, да, возможно, долги перекрывают, да, превышают. Ну, хотя он и будет отвечать, он в пределах стоимости наследственного имущества. Здесь вопрос-то встает в следующем, необходимо ли оформлять и тратить свое время и силы на оформление. Нотариус по просьбе наследника теперь имеет право сделать запрос в каталог кредитных историй для того, чтобы узнать, существует ли кредитная история, в каком банке, да, есть ли кредиты у наследодателя и предоставляет эти сведения наследникам. Этот запрос также идет, делается в электронной форме и для наследников он предоставляется бесплатно, эта услуга. Спасибо, Ольга. Спасибо. Принимаем звонок от телезрителей. Да, добрый вечер. А если вы на линии, мы вас слушаем очень внимательно. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Можно ли вступить в наследство в Самарской области, если предмет наследства, в Крыму? Спасибо. Для того, чтобы определять место открытия наследства, мы, нотариусы, в первую очередь ориентируются на последнее место жительства наследодателя. Поэтому говорить о месте нахождения наследственного имущества в первую очередь не нужно. Мы смотрим, где наследодатель был зарегистрирован по последнему по месту жительства на день смерти. Если это город Самара, то, соответственно, где бы ни находилось наследственное имущество на территории Российской Федерации, наследственное дело все равно будет заводиться у нотариуса города Самары. Если на день смерти наследодатель был зарегистрирован в Крыму, но это тоже у нас на сегодняшний день Российская Федерация, то будет заводиться наследственное дело в Крыму. Если же наследодатель, предположим, был зарегистрирован на территории иностранного государства, как вариант, например, на Украине, поскольку у него еще имущество в Крыму есть, возможен такой вариант развития событий, то по российскому законодательству оформление наследственных прав на недвижимое имущество, находящееся в Российской Федерации, будет осуществляться нотариусом Российской Федерации на Крыму, в данном случае по месту нахождению недвижимого имущества. Спасибо большое, Ольга. Ну что же, я напоминаю, что Ольга Булатова сегодня отвечает на вопросы. Ваши уважаемые телезрители, консультант Нотариальной палаты Самарской области, мы работаем в прямом эфире. Звоните, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Очередной дозвонившийся у нас есть на линии. Добрый вечер. Говорите ваш вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Один из родителей умерли 4,5 года назад. Было завещание на одного сына, им двое сыновей. Но сын, на который было завещание, в наследство не вступил. Вот у меня такой вопрос. Значит, кроме двух сыновей, еще один родитель живой, ему 87 лет. Скажите, пожалуйста, вот может ли сын, значит, восстановить свое завещание, если он не вступил, но он знал, что мать умерла. Вот. И еще такой вопрос. Если он не может, значит, вступить или восстановить завещание, значит, то как будет делиться теперь вот эта половина наследства? Спасибо вам большое за вопрос, Ольга. Я хочу, прежде всего, выкупить вопрос от телезрителя к вопросу нашей сегодняшней темы. Как раз я слышала о том, что введены санкции против наследников, которые не оформляют наследство на недвижимое имущество. Вот что это за санкции и как они будут применяться? Ответьте, пожалуйста, вот на эти вопросы вкупе с вопросом от телезрителя. Хорошо. Ну, начиная с ответа на вопрос телезрителя. Знаем, что законодателям установлен пресекательный шестимесячный срок для принятия наследства. Именно в течение шестимесячного срока, когда открылось наследство, то есть с момента смерти наследодателя, наследник, который имеет право быть призванным к наследованию, а в данном случае призванным к наследованию имел право наследника по завещанию, должен совершить действие, которое свидетельствует о принятии, либо не принятии наследства, если оно ему не требуется. Насколько я поняла, с заявлением к нотариусу он не обращался. Но это не исключает возможности, что наследство все-таки было принято фактически. Что такое фактическое принятие наследства? Это вступление во владение и пользование имуществом. Предположим, оплачивал коммунальные услуги, содержал эту квартиру, которая ему полагалась по завещанию, оплатил долги наследодателя. Факт принятия наследства, он может подтверждаться как документально, ну, либо взял какие-то личные вещи наследодатели из этой квартиры, либо документально он подтверждается, либо если документально его подтвердить проблематично, в данном случае возможно обратиться в суд за... Восстановление? Это не восстановление срока, это как раз для того, чтобы факт подтвердить принятие наследства. А вот следующий вариант, если срок все-таки пропущен, фактического, нефактического, не в заявительном порядке принятия наследства не существовало, тогда в суд можно идти только лишь с заявлением о восстановлении срока принятия наследства. Но суд и постановление пленума по делам о наследовании четко говорят о том, и гражданский кодекс, что восстанавливается срок только лишь при наличии уважительных причин. Что такое уважительные причины? Незнание о смерти, эта ситуация у нас не подходит, да, нахождение там в беспомощном состоянии, тяжелые болезни. И, полагаю, из вопроса этих уважительных причин все-таки не усматривается. Еще один вариант развития событий для восстановления срока. Из вопроса мы не видим, есть ли имущество, которое не завещано, то есть имущество, которое полагалось бы по закону. Предполагаю, что, скорее всего, супруг наследодателя, скорее всего, был зарегистрирован по месту жительства вместе с наследодателем по одному и будет являться принявшим наследство. Если есть незавещанное имущество, и получается, что он является наследником по закону, принявшим наследство, он может с своего согласия восстановить срок принятия наследства для наследника, который этот срок пропустил. Вместе с тем мы должны помнить, что супруг наследодателя, преклонного возраста пенсионного, он является еще и наследником на обязательную долю. Поэтому резюмирую. Если срок принятия наследства восстановить не получится, то наследство будет принято теми лицами, которые его фактически приняли. Скорее всего, это супруг наследодателя. Если вы срок наследства сможете восстановить, либо доказать факт принятия наследства по завещанию, в данном случае будет рассчитываться обязательная доля для нетрудоспособного супруга наследодателя. Она рассчитывается либо в идеальной доле, если завещано все имущество, одна половина от того, что он имел бы право получить по закону. Если я не ошибаюсь, у нас двое детей и супруг. Их трое наследников по закону, одна вторая от одной третьей, одна шестая доля. Это идеальная доля в случае, если завещано все имущество. Если же имущество завещано не все, есть имущество по закону, то расчет обязательной доли будет более сложный. Он будет рассчитываться путем вычисления из стоимости всего имущества. В первую очередь, обязательная доля будет гаситься имуществом, которое полагается по закону. И затем, если она останется непогашенной, уже исчисляться из завещанного имущества. Поэтому, если есть незавещанное имущество, и все-таки срок принятия наследства либо будет восстановлен, либо фактически принято, рассчитать долю вам поможет нотариус, который будет заниматься оформлением наследственных прав. Что же касается санкций при неоформлении наследственных прав. К данной ситуации этот вопрос неприменим, потому что внесенные изменения в закон о государственном кадастре недвижимости он в первую очередь говорит о земельных участках и недостроенных объектах незавершенного строительства. Дело в том, что эти объекты, если они поставлены на кадастровый учет, и прошло более пяти лет, но сведения о правообладателях не внесены в кадастр недвижимости, либо они являются недостоверными, на сегодняшний день органы кадастрового учета должны сообщить об этом в местной администрации, и в последующем может инициироваться процедура в судебном порядке о признании данной вещи безхозяйной, что повлечет передачу в муниципальную собственность этих земельных участков. Да, конечно, суд будет рассматривать, будет искать потенциальных владельцев, ну, поэтому нужно задуматься, да, все-таки оформлять, не оформлять, потому что зачастую обрабатываются земельные участки, ну, не оформляют, потому что не желают заниматься, да, вот документальной волокитой, продавать никто не хочет. Лень всегда была и остается наказуемой. Послушаем звонок от телезрителей. Добрый вечер, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня такой вопрос. В третьем году умерли родители. Нам с братом досталась, значит, квартира, автомобиль АК, который отсюда давали, как инвалиду. Вот. Ну, он в наследство вступил, значит. Убавьте, пожалуйста, телевизор, уважаемый телезритель. Убавьте звук от телевизора, пожалуйста. Очень сильный фон в студии. Пока он был жив, он, мы с ним мирно существовали, он ничего не требовал. Значит, он в 12-м году умирает. Сноха, значит, жена покойного брата, вступает в наследство только на недвижимость, на его одну треть квартиры. Вот. Подает на меня в суд. Значит, я сейчас плачу алименты. Ну, это вопрос первый. А второй вопрос в том, что на половину автомобиля она в наследство не вступила. Машина стоит, занимает у меня гараж. Вот. Я плачу за стоянку, своя машина, деньги. Вот. И без разницы, снять с учет ее, она на отца покойного оформлена, я ее не могу без нее. Она мне не дает ни доверенность. А какой она даст доверенность, если она на наследство на эти половину автомобиля не вступила? Что мне делать, вот как быть с ней? Спасибо, пожалуйста. Спасибо. Вопрос. Ну, ситуация, да, житейская. Хочу вам сказать о том, что наследник, который принял наследство, а супруга вашего брата на наследство все-таки приняла, потому что часть наследства она оформила, он принимает наследство целиком. Сказать о том, что я хочу, желаю принять часть наследства, а часть мне не нужно, законодатель не предусматривает такой возможности. Поэтому, если хотя бы часть наследства она приняла, считается принявшей все наследство, все имущество, которое принадлежало ее супругу. Далее смотрим. Не совсем поняла, почему до сих пор автомобиль значится на умершем отце. Скорее всего, вы тоже, да, с братом, несмотря на то, что вступили в право наследования после отца, не переоформили данный автомобиль. В этом случае заявление супруга вашего брата не подавало на выдачу ей свидетельства о праве на наследство на автомобиль, что все-таки не говорит о том, что она не является собственником этой доли в автомобиле. 1152 статья Гражданского кодекса прямо предусматривает, что права на наследственное имущество возникают с момента открытия наследства для наследников, вне зависимости от оформления прав. Поэтому именно с этого момента наследник несет бремесодержание перешедшего ему и полагающегося ему наследственного имущества. И что касается вот этой не очень красивой ситуации с автомобилем, вы, как сособственник, имеете право защищать свои права и требовать реализации прав от супруги вашего брата. Ну, либо попросить ее, да, если уже по-хорошему договориться не удастся, то все споры решаются в судебном порядке. А если она, еще раз повторюсь, если наследство она приняла, значит, она его приняла полностью, целиком. Спасибо большое. Продолжаем наш прямой эфир. Время у нас еще есть дозванивать, уважаемые телезрители. Ольга, ну а я задаю вам такой вопрос. Вот если уж мы с вами затронули изменения 2016 года, расскажите о значимых, ожидаемых изменениях. Ожидаемые изменения, которые мы ждем в 2016 году, они плавно перетекают из тех действий, которые нотариусы уже осуществляют сейчас. Я уже рассказала немного, да, затронула о том, что нотариусы передают документы на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. И нотариусы сейчас также в электронном виде передают документы на регистрацию юридических лиц при создании, при учреждении юридических лиц, при создании, да, при внесении каких-либо изменений. Так вот, с 1 января нотариус не только будет в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей иметь право передавать эти документы, но в ответ он будет получать в электронном виде документы, подтверждающие проведенную регистрацию, листы записи из Единого государственного реестра юридических лиц. Получив этот документ в электронном виде, нотариус, либо, если лицо к нему обратившееся желает получить документ в электронном виде, передает ему в электронном виде, на электронную почту, на съемный какой-то материальный носитель, либо, если все-таки хочется в руках держать документ на бумажном носителе, нотариус совершает тоже достаточно новые нотариальные действия, но еще с прошлого года, с 2014 нотариусы начали эти действия совершать, совершая такое интервью действие, как удостоверение равнозначности документа электронного документа на бумажном носителе и выдает документ на бумажном носителе. Так вот, в продолжении всего этого, усиливая роль нотариуса в защиту корпоративных отношений, законодатель ужесточил требования к удостоверению сделок с долями уставного капитала общества с ограниченной ответственностью. На сегодняшний день большинство сделок совершаются все-таки в нотариальной форме в обществах с ограниченной ответственностью при отчуждении долей при продаже уставного капитала за некоторыми изъятиями. Сейчас же законодатель, во-первых, достаточно сузил, прям осталось у нас минимальный перечень, когда сделки будут совершаться в простой письменной форме, и это только те сделки, которые требуют стопроцентного одобрения оставшимися участниками, то есть минимизируют рейдерские захваты. Более того, нотариусы удостоверяют факты принятия решений собраниями общества с ограниченной ответственностью и состав участников, которые их принимали, что также делает прозрачным гражданский оборот. Поэтому роль нотариуса, конечно, очень велика, и законодатель, видя, что нотариус помогает предотвращать совершение каких-то махинаций при совершении сделок, он поддерживает и развивает, предоставляет дополнительные полномочия нотариусу при защите прав граждан. — Ольга, у нас время очень быстро так пролетело, 30 минут, но осталась прямо вот минуточка до конца разговора. Давайте подведем итог нашему разговору, резюмируем сегодняшнюю нашу беседу. Если вдруг о чем-то я вас не успела спросить, вот именно о новшествах, какие главные бы вы выделили, ну и, конечно, в конце я предоставляю по традиции заключительное вам слово. В этом году наша программа последняя, но у нас в следующем году будет очень-очень много передач «Территория права», поэтому, пожалуйста, резюмируйте наш разговор в 2015 году на телеканале «Самарыгис». — Я очень рада, что законодатель поддерживает нотариат, и в первую очередь в любом случае все изменения, которые происходят в правовой сфере, они направлены на защиту прав и законных интересов граждан. Для того, чтобы сделки, которые совершаются, были всегда неоспоримыми, для того, чтобы граждане при обращении к нотариусам могли свои права защитить должным образом и получить необходимые ответы. Именно для этого создан институт нотариата. Оказывать содействие, помогать в осуществлении прав и защите законных интересов граждан. Ну и я очень надеюсь, что те благие намерения, которые законодатель вкладывает в свою концепцию развития гражданского законодательства, в те изменения, которые происходят сейчас и которые намерены все-таки произойти в будущем году, они будут реализованы. Потому что очень отрадно, когда изменения, они находятся отражения и применяются. А когда закон не работает, ну, к сожалению, и такое случается в нашей жизни, это очень печально. Поэтому думаю, что в следующем году нотариат сможет доказать, что он является той движущей силой и оправдывает ожидания законодателя. И те все изменения, которые вносятся, они вносятся не зря. Ну и я думаю, что настало самое время обратиться ко всем жителям Самары Самарской области, к своим коллегам, конечно же, нотариусам. Поздравляю с наступающим Новым годом. Пожалуйста. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, Рождеством. Желаю всем огромного, крепкого, богатырского здоровья. Пусть ваши права всегда будут защищены. Счастливого Нового года. Спасибо вам большое, Ольга Булатова, консультант Нотариальной палаты Самарской области. Сегодня я отвечала на ваши вопросы, уважаемые телезрители. Спасибо вам большое, Ольга. Удачи, успехов. Ну и, конечно же, стоять по-прежнему на страже закона. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok